Привет, друзья! С вами Коно Дэн, и сегодня мы поговорим о том, почему медиасеть не хочет подключать ваш канал. Даже если вы набрали необходимые критерии, то есть у вас есть 1000 подписчиков, 4000 часов просмотра ваших видеороликов за последний год, и если на вашем канале нет каких-либо явных нарушений, то есть нет страйков по авторскому праву, по принципам сообщества, включена и одобрена монетизация. Почему же медиасеть может отказать в подключении? В самом деле здесь есть целый ряд причин, и я вам рекомендую посмотреть видеоролик про эволюцию медиасетей, который вышел некоторое время назад, и ссылка на который будет расположена в описании под этим видео. Потому что именно понимание принципов работы медиасетей и настоящей ситуации поможет вам сориентироваться, почему медиасети стали более избирательными. В настоящий момент медиасети подключают далеко не все каналы, которые даже соответствуют необходимым минимальным критериям. Медиасеть ориентируется на несколько ключевых важных моментов. Момент номер один – коммерческая, экономическая целесообразность работы с данным партнером. Если ваш канал, к примеру, слайд-шоу с робо-голосом, с озвучкой, которые не будут набирать просмотры, которые потенциально будут на одном и том же уровне, которые не будут переносить какой-либо существенный доход, медиасеть вполне может отказать в подключении такого канала. Момент номер два – это потенциальная опасность и риски для медиасетей. Какие риски испытывает медиасеть при работе с каналом? Потенциальная возможность бана канала за различного рода нарушения. Например, серые каналы медиасети практически не подключают, только за редким-редким-редким исключением, потому что у медиасетей есть ответственность перед YouTube. И за каждый бан, за каждое отключение монетизации медиасети несут ответственность. Им не нужны серые каналы в таких условиях. Кроме серых каналов также в категории риска находятся каналы, в которых потенциально возможны другие нарушения. Нарушение принципов сообщества, отключение монетизации, разные музыкальные каналы, в том числе с каверами, где не кто-то играет на гитаре, а просто какая-то музыка и, к примеру, какой-то случайный непонятный видеоряд, абстрактная анимация или что-то в этом роде. Также каналы, которые вряд ли когда-либо станут популярными, вряд ли когда-либо станут известными, потому что на них непонятный набор видеороликов из разных тематик. Каналы ни о чем и обо всем, без какой-либо системы. При этом, когда таким авторам хорошая медиасеть отказывает, она дает рекомендации обычно. По крайней мере, если вы запросите поддержку, вам дадут рекомендации. Вам подскажут, что нужно сделать по-другому, что изменить, как по-другому работать с вашим каналом, чтобы иметь возможность в дальнейшем подключить его к медиасети и зарабатывать на нем какие-либо более-менее ощутимые деньги. Также медиасети обращают внимание на каналы с низкой активностью. У вас может быть, к примеру, 5000 подписчиков и несколько миллионов просмотров всего, но в течение нескольких месяцев вы публикуете видео, которые в среднем набирают 10, 20, 30 просмотров, 50 просмотров. То есть, либо ваш канал утратил активность, либо там был большой перерыв, либо вы стали делать что-то, что сейчас неинтересно вашим зрителям. И такое падение активности, такой спад просмотров на канале тоже очень отрицательно влияет на решение медиасети касательно того, подключать вас или нет. И вас, скорее всего, не подключат. По крайней мере, вам выставят условие, что нужно вывести ваш канал на уровень не менее, к примеру, 100 тысяч просмотров в месяц. Ну и сами подумайте, зачем вам, например, подключать к медиасети канал, на котором 10 тысяч просмотров в месяц и зарабатывать 2-3 доллара? Хотя бы 100 тысяч и зарабатывать хотя бы 20, 30 или 50 долларов. Это уже хоть сколько-то ощутимая сумма, которую можно дальше инвестировать или как-то использовать. В этом существенная разница. Медиасети сейчас не занимаются работой с полностью налевыми каналами. И роль медиасети, хорошей, состоит в том, что она мотивированному, сообразительному автору поможет добиваться новых успехов, выводить канал на новый уровень, развивать этот самый канал, подскажет, как это сделать, поможет решить проблемы, предоставит хорошие полезные сервисы, предоставит способы выведения заработанных денег удобные, но не будет работать с теми, кто не знает, что он делает, для чего он на YouTube, кто не определился, будет ли он работать со своим каналом или нет. С тем, кто просто решил как-то чуть-чуть попробовать и посмотреть, что из этого получится. То есть медиасети ориентируются на тех, кто относится к каналу как к работе или как к бизнесу, а не просто как к какому-то непонятному эксперименту или пустому хобби, когда получится или не получится, пофигу, неважно. Такого нет. Медиасети сейчас жестко ориентированы на целесообразность работы с автором и на перспективу. Так что для сетей важно, чтобы вы работали над каналом, чтобы вы что-то делали, чтобы вы откликались на предоставляемую со стороны медиасетей обратную связь, на те рекомендации, которые вам дают. Поэтому, если вам отказали в подключении канала, запросите, по какой причине это произошло. Спросите, что необходимо изменить, что сделать по-другому, как работать с каналом, чтобы иметь возможность в дальнейшем подключиться к медиасети. Выполняйте эти рекомендации, и тогда вы сможете в дальнейшем работать с хорошей медиасетью. Если же возникает вопрос, какую медиасеть я могу рекомендовать, вы знаете, что я работаю с GT Russia. Мои каналы, которые приносят основной доход от монетизации, подключены к GT Russia. Ссылочка в описании. И вот там, кстати, вполне реально получить адекватные ответы касательно того, что сделать с каналом, чтобы зарабатывать. Более того, менеджеры поддержки идут на контакт и рады всегда подсказать, рассказать, что нужно сделать иначе. Смело отвечают, какие направления развития не имеют перспективы, говорят, что можно сделать другое в рамках той же контент-стратегии, чтобы иметь потенциал развития канала, его дальнейшей монетизации и подключения к медиасети. Используйте эти советы, будьте открытыми к поступающей информации, и тогда вы сможете подключиться в партнерку, зарабатывать деньги и развиваться более активно. Спасибо за внимание. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Подписывайтесь. Мы говорим про YouTube. Всем пока. Продолжение следует...